В годы Великой Отечественной войны в осаждённый Севастополь моряки-подводники доставляли продовольствие и боеприпасы, медикаменты и топливо, эвакуировали раненых и детей. Но главной задачей было уничтожение боевых кораблей и транспортных судов противника. Мы за эту войну потеряли половину подводных лодок. И подводные лодки уходили вместе с экипажем гибли. У подводников не было раненых, все люди погибали одновременно. Но мы, не считаясь ни с чем, старались, прилагали все силы для победы. Я вам скажу, даже в самое трудное время мы никогда не сомневались в победе. 25 октября 1942 года Владимир Морозов написал стихотворение о подвиге своих товарищей. Товарищ подслужбе совместной, тебе посвящаюсь стих свой о том, как сражались мы вместе на лодке Л-5 боевое. Ходили мы вместе в походы, бывали в суровых штормах, делили с тобой все незгоды, что нам выпадали в боях. Бурун перископ поднимает у вражьих крутых берегов. Подводники Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны уничтожили свыше 100. 10 боевых кораблей и судов противника. 5 подводных лодок флота стали гвардейскими, 7 награждены Орденом Красного Знамени. Первой бригаде подводных лодок присвоено почетное имя Севастопольская. Она награждена Орденом Красного Знамени. 8 подводников были удостоены звания Героя Советского Союза. Золотыми буквами в летопись Великой Отечественной войны вписана оборона Севастополя. Именно здесь был сорван план немцев молниеносной войны. Именно здесь, благодаря упорству, героизму моряков-черноморцев и севастопольцев, немцы застряли на 8 месяцев. Памятник Героям-подводникам был открыт в 1983 году. Он выполнен из черного гранита в виде рубки подводной лодки с фигурами командира и сигнальщика. В парапет бассейна вмонтирована 21 мемориальная плита. На плитах имена 983 подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Пришедшие на митинг почтили памяти тех подводников, что погибли уже в мирное время. В 2000 году на памятнике установили мемориальную доску с именами 24 крымчан, погибших на атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск». Очень страшно, когда не во время войны, а в мирные дни, иногда из-за какой-то, может быть, расхлябанности людей погибают наши дети. Мальчик, который учился в 16-й школе вместе с моим внуком, которому я дала начальное образование, и в школе все время я с ними рядышком была, погиб на подводной лодке «Курск». Дай Бог, чтобы никогда не гибли наши подводные лодки, и чтобы наши дети были здоровыми и живыми.